Изменения не только на площади Калинина, в доме музея Кирова. Тоже новшество. Там демонтировали выставку, посвященную биографии известного революционера. Сегодня участники пикета потребовали вернуть в историческое здание прежние экспонаты. Директор Краеведческого музея сделать это отказался. Подробности у Александра Вяткина. Полтора десятка человек в Первомайском сквере устроили пикет. Активисты требуют вернуть в дом музея Кирова прежние экспонаты. В здании сменили выставку, а сам музей переименовали. Сейчас это городская усадьба Новониколаевска. Мы хотим все вернуть, все, что было там, все, что находилось с 47-го года. И, конечно же, название вернуть. Сейчас это будет какой-то безликий музей городского быта. Чтобы вернули экспонаты музея на свое место. Там были стенды, посвященные его жизни и деятельности. Все экспонаты уберут и закроют музея Кирова. Какие экспонаты вы знаете? Ну, не знаю, это мне было. По мнению активистов, смена экспозиции – посягательство на память о революционере Кирове. Здесь в 1908 году жил и работал выдающийся деятель Советского государства Сергей Миронович Киров. По легенде, в этом доме на улице Ленина часто гостил революционер у своего друга Александра Петухова. В 47-м году здесь открыли музей и во дворе установили памятник Сергею Кирову. Памятник, как и мемориальную доску оставят. В доме сейчас представлены типичные для начала 20-го века вещи. Мы находимся в комнате, которую снимал известный революционер Александр Петухов у извозчика Метлина. Мы видим простую обстановку. В углу находится железная кровать. Над кроватью портрет родителей. Это фото родителей Александра Петухова, директору Новосибирского краеведческого музея требования пикетчиков защитить историю непонятны. История Кирова, по его мнению, не имеет ничего общего с этим домом. А все изменения – это восстановление исторической справедливости. В музее нет предметов музейных, чтобы показать хоть какую-то деятельность Сергея Мироновича хоть где-нибудь. Сейчас мы наконец-то удосужились убрать вещи, которые нуждаются в консервации и хранении, и сделать новую экспозицию. По большому счету, мы сделали обычную типичную работу. Организатор пикета встречался с директором краеведческого музея. Прийти к консенсусу не удалось. Активисты будут добиваться справедливости в суде. Александр Вяткин, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.